Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Точнее, не такая уж прям история, отвечаю на вопрос. Тема такая более психологическая. Давайте приступим, сейчас все поймете. Добрый день, Галина! Смотрю ваши видео уже очень давно. Нравится ваш взгляд на ситуацию, много интересного узнаю. И каждый раз радуюсь, что нахожусь в здоровых отношениях, полных любви и уважения. Вопрос у меня, возможно, нетипичный для вашего канала. Это как побороть страх заводить детей. Мне 26 лет, мужу 27. Вместе уже 6 лет, из которых 2 года мы в браке. Отношения хорошие, мы опоры друг к другу, близкие друзья, настоящая семья. Раньше никогда не задумывались, чтобы иметь детей. Считали, что до 30 лет неразумно заводить. Ведь нужно сначала пожить для себя, обогатиться, финансово, личностно созреть для этого. Однако однажды, когда мама приезжала ко мне в гости, мы живем в разных городах, Тут у меня посетила мысль, что хотелось бы иметь такого же близкого друга, как и мама. Для меня не просто друга, а близкого родственника. Живя вдали от семьи и друзей, бывает одиноко. На годы жизни в другом городе ни я, ни муж не нашли компанию друзей. Все просто знакомые. Так что у нас с мужем свой маленький мир до собака. После первой мысли о детях прошел год. Год размышлений и планирования. Муж поддержал мою идею с радостью, но сообщил, что нужно подождать, какая информация будет по мобилизации. Время нестабильное. И мы отложили этот вопрос на несколько месяцев. За это время мы купили машину, вид для семейной жизни, она как бы необходима. Подросли финансово. Ну вот квартиру пока не видим возможности купить. Что, конечно же, беспокоит. Но при наличии маткапитала этот вопрос тоже можно решить. Я начала подготовку к беременности, провожу обследование, пью витамины, как указано за три месяца до. Но меня все больше и больше терзают сомнения, правильно ли я поступаю. Начинаю искать проблемы там, где их нет. То война, то квартиры нет, то вдруг муж не справится, а вдруг я не справлюсь, недостаточно путешествовала, не сдала на права и так далее. В общем, придумываю какие-то небылицы. И как постоянно меня метает от желания пополнить семью и посчастливой в новом статусе, то страх всего и сразу. Подскажите, пожалуйста, если есть сомнения, может лучше не начинать? Хочу еще от себя добавить информацию о себе. У меня проблемы с определением того, чем я хочу заниматься по жизни. Сколько не смотрела психологов и различных подкастов, ничего не помогает разобраться. Возможно, роль мамы будет мне близка, подумала я. Но не бегу ли я с нелюбимой работой таким образом? Спасибо, буду ждать ответа. Всех благ и развития канала. Вот, смотрите. Вообще, эта история сомнений, это вообще тревожный момент. Вы находитесь в тревогах и сомнениях, потому что вы не уверены в себе. А неуверенность в себе сформировалась у вас не сейчас, это сейчас только ситуация, к которой вы пришли со временем. Это вопрос самооценки. И неуверенность в себе сформировалась из-за того, что вы не знаете, чего вы хотите. То есть вы когда-то где-то по каким-то, я не знаю, мы с вами как бы не общались, да? Но если покопаться, вы поймете, что с детства, скорее всего, или с какого-то осознанного такого возраста, в школе, в семье так складывалось, или в вашей жизни так складывалось, что вы игнорировали свои истинные желания, вы были в себе не уверены, и поэтому вы запрещали себе чего-то хотеть и желать. Жили так, как скажут родители, выполняли то, что они попросят, или они знали за вас лучше. Там вообще моментов, почему это происходит, очень много. Сейчас это разбирать, это как пальцем в небо просто тычать, не угадаешь, короче говоря. Это все индивидуально. Но факт то, что ваши сомнения и страхи по поводу материнства, это страх ответственности, страх того, что я не справлюсь, я вот не сдала на права, я недостаточно буду хороша, а вдруг я не хочу этого, на самом деле бегут, там, не знаю, работа, усталости или еще чего-то, или вот роль мамы мне, я ищу себе друга, поэтому хочу родить ребенка, ну, завестись, назовем так, друга-ребенка, и так далее. Любые ваши примеры, по сути, если их попереворачивать и посмотреть под разным углом, где-то это может быть страх, а где-то это может быть мотивация. Поэтому как вы этот момент представляете, так на него смотрите, то из этого и выходит. Но вся суть в том, что вы просто не уверены в принятом решении, в ответственности, которая потом пойдет, потому что вы не готовы принимать таких решений важных в вашей жизни. Возможно, вам страшно не соответствовать потом и получать критику, ты плохая мать, зачем ты это сделала, вам страшно разочароваться в себе и понять, что я не потянула, тут ошибки, я не справляюсь, там, не знаю, ребенок орет, я не высыпаюсь и бла-бла-бла, всякое прочее, да, я там сейчас с ума сойду и хочется выпрыгнуть в окно, пострадавая депрессия, привет тоже, и так далее, и так далее. Тоже вариантов, чего вы боитесь, может быть, много. Но по факту, что мы имеем, у вас не произошел кризис определенный в вашей психике, в вашем взрослении, и вы себя еще в статусе мамы не чувствуете, то есть вы не чувствуете себя готовой к этой ответственности за другого человека, вот и все. Как, что вы должны почувствовать и как понять, что этот момент настал? Это когда вам очень-очень сильно хочется ребеночка, то есть вас умиляют младенцы, вы не боитесь поиграть с ребенком, там, знакомых, например, маленьким, взять его на руки, не знаю, листаете в ленте новостей, там, всякие рилсы, там, с забавными малышами, еще что-то такого, вы умиляетесь перед детской одеждой в магазине, или даже ее, например, купили, купили бы там в комплекте какой-то одежды когда-нибудь, кому-то подарила бы, чтобы мне ребенок родиться и так далее, да, вот эти вот сентиментальные моментики. Следующий момент гормональный, то есть я хочу быть мамой, я чувствую, что я готова, я чувствую себя сильной, мне не страшно, мне не страшно ночью не досыпать, мне не страшно, там, я не знаю, ну, короче, вообще все трудности, там, какие бывают, там, не знаю, менять подгузники, детские болезни, температура и так далее, то есть я беру ответственность и я чувствую, мне не страшно угробить этого ребенка, вот назовем так, мне не страшно, что я ему не могу навредить. Вот эта четкая уверенность в своих силах, это и есть брать ответственность, это называется готовность к материнству, когда ты чувствуешь, что ты готов, такой, знаете, вот чисто, как будто ты готов к бою, да, потому что это явно будет схватка, это будет тяжело, и ты должен чувствовать, что ты готов вытерпеть, выдержать, прожить, и может, у тебя опора, вот эти все невзгоды и трудности. А теперь вопрос, а кто вообще вот такой готовности, осознанности входит в материнство? Единицы на самом деле, и никто в большей мере не готов. И это оказывается настолько первый ребенок, когда у тебя нет опыта, тяжело, что очень многие разочаровываются и чувствуют себя неидеальными, нехорошими, и вообще плохими мамами, если нет поддержки в семье, или наоборот даже ругают тебя за это, критикуют родители те же, и они помогают. То есть, в общем, это все тяжелая история. Так что, вообще, базово, да, то есть, ждать вот этого момента, когда я вся такая готовая и хочу очень сильно, нет смысла. Этот момент может никогда не настать, потому что просто может быть страшно всегда. Вот условно, если мы берем золотую середину, когда вы почувствуете, что я этого ребенка не угроблю, у меня есть деньги его кормить, кормить, одевать, лечить, давать образование, неважно, съемная квартира, есть у меня машина, это неважно. Главная база вот этой ребенку, заботы его, да, то у нас есть деньги на поесть, на медикамент, а денег очень много уходит на эти, поверьте, на обучение, на здоровье и его развитие, можно рожать. Вот это и есть в нашем сейчас социуме, скажем так, в городской жизни ответственность за ребенка, когда ты ему можешь ждать вот это вот все. Ну и желание твое, естественно, вот это чувство материнства и так далее. Если вы ждете чувство материнства, чтобы не химило сердце и так далее, это вообще не у всех происходит, я больше скажу. И даже есть мамы, которые знакомятся со своими детьми уже рожденными какой-то промежуток времени. Это не так, что у тебя раз, и ты влюбилась в своего ребенка. Есть мамы, которые вообще не могут принять своих новорожденных детей и к ним постепенно на лапочках подходят, несколько месяцев привыкают, а потом через полгода, дай бог, чувствуют, опа, а я его люблю, а это мое, и так далее. Это все материнство, назовем так, срабатывает, играет это чувство. То есть вообще таких критериев готов-не готов, что надо почувствовать, на самом деле не существует жестких. У каждого это будет, допустим, свое, или свой уровень вот этих ощущений. То, что я перечисляла, просто как бы каждый под своим градусом ощущает. Если мы берем психологию, в частности вас, я просто скажу, когда люди боятся ответственности, брать ответственность за жизнь другого человека, они к этому не готовы, потому что вы в душе еще самый ребенок, вы сама еще ребенок, и ответственность за другого ребенка, это очень трудно. Я сразу всех мам, которые, скажем так, планируют быть мамами женщин, я вас предупреждаю, все, кто это уже проходили, я думаю, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Если я об этом не задумываюсь, подумайте, если вы этот этап проходили, просто он мог мимо как бы пройти, вы особо внимания не акцентировали. Все взрослые родители, папы и мамы, когда у них на руках появляется первый ребенок, они проживают все свои комплексы, кризисы, травмы со своего детства. То есть ребенок и материнство над ним, родительство, оно как лакмусовая бумажка, у вас полезут свои комплексы, обиды, травмы, которые были в вашем детстве. Просто наблюдая за своим ребенком и его развитием на ваших руках в этот период, вы будете автоматически, так у нас устроен мозг и наша природа, вспоминать, что с вами было в то время, чувствовать, проживать, повторять где-то своих родителей, а если у вас с ними проблемы и так далее, и так далее. И вот на интуитивном моменте, на ощущениях, наш мозг в психике это все понимает прекрасно. И страх иметь детей, например, или ответственность за детей родов, подобное, все это, может быть и в этом заключаться. То есть мозг уже такой, так, у нас проблемы с родителями, мы с ними не разобрались в нашей взрослой жизни, а еще рожать и быть таким же, как твой родитель, например, плохим, или еще, если у вас есть проблемы, претензии к родителям, все это всплывет. Вот. Ну, у вас как бы в письме этого не было, про нормального, с мамой там, про родного человека и так далее, но вы поняли, да? Как к этому подготовиться? Я считаю так, что материальная подготовка это на первом месте. Одной любовью ребенка ты не накормишь, не вылечишь, не выучишь и не оденешь. Игрушку ты ему на это, на любовь свою не купишь, да? И я вообще про адекватность, про то, что ребенок должен расти в семье любящей, когда его хотят и когда его могут содержать. Вот если вы хотите себе вот этого маленького, близкого, родного человечка, этого уже достаточно. Это ваше желание, окей, у вас есть муж, поддержка, вы справитесь, потому что у вас с мужем союз, нормальный, адекватный отношения, он вас не бросит. Финансово нет квартиры, да это фигня на самом деле. Многие живут в съемном жилье и никаких проблем, по 10 детей рожают условно. Это отмазка на самом деле, ваш страх так вам диктует, чтобы вы этого не делали. Если у вас есть какая-то финансовая подушка на декрет, я вообще считаю, что надо, да, поднакопить финансово, чтобы там, не знаю, условно до школы ребенку денег хватило, там из декрета выйдете, пойдете работать, как-то попроще станет. В общем, желание иметь ребенка и финансовая готовность, все. Вот вы готовы, если хотите, становиться родителями. Будьте проще гораздо, не надо так суперответственно к этому относиться, потому что вы будете тревожными родителями. Кризисов у ребенка много, проблем будет много, трудностей будет много, там зубы, газики, всякие, блин, моменты развития. В общем, их так трястись над всем, если вы там, я заранее там три месяца бью витамины, их прохожу обследование, вы еще не пытались сделать ребенка, вам не сказали, что у вас есть какие-то проблемы и так далее, и так далее, то есть вы суперответственно относитесь к этому материнству, которое еще даже вы не пробовали зачать ребенка, да, то есть это уже говорит о вашей тревожности. Вот я не говорю, что тут не надо делать, надо, пейте витамин, еще без проблем, супер, готовьтесь, молодец. Но представляете, сейчас так тревожно ответственно, но что же будет потом, когда у него запор 10 дней, допустим, ну 7, короче, да, 10, это уже плохо, 5-6 дней, да, или у него там рвота открылась непонятно, или еду он не принимает, или молоко не пошло, и вот этого всего будет каждую неделю, это будет первый год, и вот это вот все происходит. Я сейчас отговариваю быстренько рожать, но, короче, да, и вы уже сейчас так ответственны, как вы это переживать будете? Никак, это будет очень тяжело для вас, поэтому финансово, если есть, я честно, вот это мой личный опыт, возможно, больше, если у вас есть деньги, вообще ничего не страшно, это няня, это памперсы, это хороший доктор, хорошая смесь питания дорогая, если у вас молоко не пошло, или молочная непереносимость, всякое такое прочее, и тому подобное. К сожалению, это правда жизни, в любом сейчас обществе, в любой стране, и любите просто ребенка, принимайте вот таким, какой он есть, все, весь секрет этой готовности, любви к ребенку, вот, пожалуйста. Поэтому, если вы чувствуете, что вы хотите, я вам дам сигнал такой, да, вот этого родненького человечка и так далее, родите. Есть такие люди, их очень, кстати, много, которые становятся мамами, чувство материнства, ответственности, этот кризис переживают, взрослеют сами, только когда ребенка подержат на своих руках, когда они его родят, когда они уже поймут, что вот он на руках, не отвертишься, все, ты его никуда не денешь. Детский дом тоже не сдаешь, правильно, не планировал это делать. И вот этот кризис взросления, становления ответственности, он сам с собой настанет, никуда не денешься от него. Поэтому я бы, честно, раз у вас все в порядке с мужем, у вас есть какие-то финансы, вы хотите, по сути, у вас есть это желание, делайте это, я вам желаю удачи, само взросление ваше, оно придет, надо просто немножко подождать, и это произойдет в тот момент, когда вы возьмете ребеночка своего на руки, произойдет вот таким образом. То есть ничего вообще такого страшного, чтобы вам противопоказания были рожать, это ваши страхи и тревожность, потому что вы еще в детстве. Когда вы, вы поймите, когда вы становитесь родителем и не отвертеться от этой ответственности, вот вы тогда только реально себя почувствуете взрослым человеком, я даже про себя это скажу. Я себя чувствовала абсолютно взрослой, независимой, сама зарабатываю, сама выбираю, что делать, что есть, как жить, существовать, с кем общаться, кто мой муж и так далее, принимаю решения. Я взрослый человек, я ребенка рожала взрослого в осознанном возрасте. Когда я думала, ну вот она взрослая, да, но когда у меня на руках появился ребенок, за которого ты несешь ответственность, вот тогда я почувствовала себя по-настоящему взрослым человеком, потому что у тебя есть подопечный, и он реально, по факту, он маленький. И вот тогда ты, вот оно, этот взрослый, который заботится за, за, за все делает. Это классные чувства, и я не хотела вас напугать невзгодами в первые годы, которые происходят, но лучше быть к этому готовы просто. И самое замечательное, это улыбки детей, они начнут говорить там ваши первые слова, ходить, и тогда станет легче, и тогда вы будете получать свои дивиденды. А если вы будете правильно заниматься материнством, принимать ребенка, любить, давать ему защиту, не быть супер там тревожной мамы, позволять какие-то ребенку ошибки, просто принимать и любить его, вам это вообще с торицей вернется, когда вам ребенок будет просто сказать, мам, я тебя люблю, а я рад, что я в такой семье замечательной родился, у меня самые лучшие родители на свете. Знаете, как это приятно слышать. Это просто, это и есть плата, если так можно выразиться, цена за твое вот эти несонные ночи, беспокойство, походы по больницам и чему-то еще, и в общем, все вот этот заморочек. Когда это твой ребенок, тебе говорят, что он тебя любит, что он рад, что ты у него родитель, с благодарностью какой-то, ну, ты просто говоришь о том, что ты хорошо выполняешь свою родительскую работу и ответственность. Я вот так, что вам желаю, что у вас будет это. Так что делайте, пробуйте, не переживайте, все через это проходят. Я назвала проблему, но если вы хотите, походите к психологу немножко, если вам, чтобы вас этот страх сняли, с вами пообщались, вы поняли, в чем страх. На самом деле у вас там работы вообще немного, это там порядка, наверное, трех-пяти сессий, вы встретитесь, пообщаетесь с психологом. Вам задание понадает, узнайте все свои эти страхи, выясните и спокойно выдохните и вступите, скажем так, в материнство. Если вам это очень принципиально, так у маме, чтобы не тревожиться. Вот и все. Напишите комментарии, девушки, кто с этим сталкивался. Мне кажется, большинство людей, на самом деле, родителями, кто хочет становиться, они, конечно, тоже до конца не уверены. Все мы чего-то боимся, тревожимся, потому что новая роль, новая ответственность. В общем, это очень важный момент. Я вам желаю успехов в этом, сильно не волнуйтесь, все будет хорошо. Кто хочет тоже свою историю написать в видео, чтобы я сняла и рассказала, какой-то обзор или, как назовем, видео-ответ, в инфобоксе под видео, моя почта, пишите туда с темой письма «История от анонима». Если вам нужна моя консультация персональная, индивидуальная, психолога, то тоже туда тема письма «Консультация». И подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании на самые свежие новости Турции. Спасибо за внимание, всем пока!